Уважаемые коллеги, добрый день. Спасибо организаторам за то, что пригласили поучаствовать в столь значимом мероприятии. Тема доклада, она достаточно, с одной стороны, для онкоуролога нечасто используемая, с другой стороны, на самом деле, это та проблема, которая сейчас, в настоящий момент, является знаковой. В первую очередь, связано с тем, что онкоурологические заболевания, они в настоящий момент поддаются лечению, хорошо поддаются лечению, и настал момент, когда мы должны заниматься уже качеством жизни. Остенический синдром, сам по себе, для всех онкологических пациентов, и не только для онкологических пациентов, это синдром хронической усталости у обычных людей, это фактически дань нашей активной жизни, нашим тем проблемам, которые мы испытываем, мобильные телефоны, машины и тому подобное. Разница остенического синдрома, связанного с онкологическими заболеваниями, и синдром хронической усталости только в одном. То, что синдром хронической усталости возникает на пересыщении энергетических ресурсов организма, а в то время как остенический синдром возникает на той же самой нагрузке, которую мы использовали. И остенический синдром является наиболее частым осложнением, как состояния непосредственно онкологического, так и процесса лечения, который пациенты получают. И более того, остенический синдром, скорее всего, еще и связан непосредственно с самим получением информации о наличии онкологического диагноза пациента. Здесь у нас собрались онкологи, по большей части, правильно? Я думаю, что урологов здесь немного. Но сколько времени каждый из онкологов, который здесь находится, уделяет внимание именно профилактике, лечению или выявлению остенического синдрома? Я думаю, что их достаточно мало, просто из-за того, что если человек сидит на амбулаторном приеме, у него мало времени для общения вообще с пациентом. Если это касается стационара, то там совершенно другая задача. Задача именно проведения лечения направлена на достижение лечебного эффекта. А тем не менее, остенический синдром – это 80% среди больных с распространенными формами рака. Это 75%, то есть 3 человека из 4 – это больные, у которых будет остенический синдром на фоне получения специфической терапии. На этом слайде мы видим, что такое остенический синдром. Я взял это из гайдлайнов объединенных. Остенический синдром – это истощающее состояние, постоянно ощущаемое больным, как физическая, эмоциональная или когнитивная усталость, или измотанность на фоне обычно выполняемой физической нагрузки. Самое главное, что на фоне обычно выполняемой физической нагрузки, ассоциировано как с опухолевым процессом, так и с самим состоянием. Остенический синдром может быть вызван вот этими самыми состояниями, или эти состояния могут вызывать остенический синдром. Мы не можем найти, на самом деле, ответ, что является первичным – остенический синдром или те состояния, которые здесь представлены. Специфический механизм изникновения остенического синдрома на самом деле до сих пор еще неизвестен. Факторы, которые усиливают развитие остенического синдрома, здесь представлены. Они имеют достаточно высокую статистическую значимость. Это синдром хронической боли, это противоопухолевое лечение, это стадия заболевания. Наличие гемотрансфузии. Также, к сожалению, остенический синдром чаще встречается у женщин, чем у мужчин. Вообще, остенический синдром – это тот синдром, который недооценивается как врачом, так и пациентом. Пациентам стыдно сообщать о том, что их беспокоит данное состояние, утомляемость, что они считают, что они начинают жаловаться и брать у врача его драгоценное время. А в то же время врач не успевает действительно задать правильные вопросы для того, чтобы оценить степень развития, степень активности данной патологии. Но те пациенты, которые сообщают нам о наличии остенического синдрома, они воспринимают его как наиболее беспокоящий. То есть самый беспокоящий, даже больше, чем причиняющий им вред, тошнота и рвота. Конечно, от тошноты и рвота есть у нас лекарства, которые активно используются, но тем не менее состояние, которое действительно тревожит пациента, и они причиняют гораздо меньше вреда для пациентов, чем остенический синдром. В настоящее время ассоциации онкологов, врачи палеоативной помощи активно ведут скрининг по раннему выявлению и проведению профилактических или лечебных мероприятий, направленных на борьбу с астеническим синдромом. Здесь все это есть на слайде, все представлено. Врачи, конечно, должны выявлять причины и должны общаться с пациентами на предмет развития астенического синдрома. Не только с точки зрения того, что его потом нужно лечить, а с точки зрения того, что нужно понимать, что астенический синдром может конкурировать с основным лечением, и эффект лечения может быть значительно ниже при развитии данного синдрома. Всем больным перед началом лечения должен проводиться инструктаж о возможном возникновении астенического синдрома после начала противопухолевления лечения. Больному предлагается алгоритм использования, который может снизить выраженность синдрома. И если производится лечение астенического синдрома, то больным должна проводиться оценка его эффективности как количественным, так и полуколичественным методом. Лечение астенического синдрома – это лечение как тех состояний, которые могут приводить к астеническому синдрому, например, лечение анемии, лечение кахексии, гипогонадизма и так далее, так и состояние, которое улучшает психоэмоциональный статус. Это что касается медикаментозного. Но около 80% успешного лечения астенического синдрома – это не медикаментозное лечение. По данным многочисленных общественных организаций, существующее сообщество онкологических пациентов активно занимается профилактикой этого самого астенического синдрома, где пациенты приходят и рассказывают о тех проблемах, которые у них возникают на фоне проводимого лечения, что их тревожит и тому подобное. И это достаточно положительно сказывается на общем состоянии пациента. Кроме того, мы все знаем, что онкологическому пациенту можно массаж, массаж нельзя, солнце можно, солнце нельзя, ходить можно, ходить нельзя. Единственное, что пациенту остается делать – это лежать и ждать окончания его жизни. Это одна из основных причин развития этого самого астенического синдрома. Конечно, пациент должен ощущать себя полноценным членом, социализированным членом общества. То есть, например, тот же самый вторичный гипогонодизм, как ни странно, но если мы не говорим о пороговых каких-то, о минимальных цифрах этого самого тестостерона, например, при проведении активных мероприятий, таких как прогулки, легкие фитнесы и тому подобное, тестостерон может восстанавливаться, и пациент, естественно, начинает чувствовать себя значительно лучше. Если мы будем говорить о всех этих состояниях, которые вызывают или вызваны этим астеническим синдромом, у нас уйдет достаточно большое количество времени, и в данной ситуации мы рассмотрим только астенический синдром, возникающий у мужчин за счет нарушения гормональной активности, так называемый вторичный гипогонодизм. Гипогонодизм – это состояние, которое возникает с возрастом, и вторичный гипогонодизм в данной ситуации связан и с наличием онкологического заболевания, и не менее важно, что он связан и с возрастом пациента, потому что зачастую мужчины старше 50 лет требуют гормонально-заместительной терапии. Давайте рассмотрим процессы синтеза цистерона и его влияния непосредственно. Мы знаем, что при поступлении восходящего сигнала идет активизация гонодотерапии на релизинг гормонов, которые стимулируют фолликулу, стимулирующий, лютинизирующий гормон, которые, в свою очередь, спускаются к клеткам ледига на рецепторы лютинизирующего гормона, и с помощью липопротеидов очень низкой плотности запускается каскад синтеза, который приводит к развитию тестостерона. После чего тестостерон попадает в кровеносное русло и дальше попадает в мишень. Тестостерон может оказывать как прямое действие, то есть он напрямую садится на рецепторы андрогеновые, так и опосредованное действие. Естественно, прямая связь, когда тестостерон садится на андрогеновые рецепторы, это в печени, это в мышечной ткани, в жировой ткани, это известно, это активно сейчас развивается как в спорте, так и в парамедицине и тому подобное. Кроме того, это опосредованное действие, то есть реакция тестостерона с 5-альфа-ридектазой приводит к появлению активного метаболита дегидротестостерона, который в свою очередь садится на андрогеновые рецепторы и располагающийся на половых железах, простате, кожи, волосах. И третий вариант – это воздействие с ферментом ароматазой, в результате чего происходит преобразование в эстрадиол, препарат садится на эстрогеновые рецепторы и дальше стимулирует работу мозга и костной ткани. Мы дошли до головного мозга. При нормальном уровне тестостерона наблюдается стабилизация настроения, поддержание либидо и положительное когнитивное влияние. При гипогенодизме данные состояния, они нарушены, снижение настроения, снижение мотивации, снижение либидо. Что же в такой ситуации делать? В такой ситуации существуют методики гормонозаместительной терапии. Это применение синтетического тестостерона, например, препарат тестостерона Ундикануат, который вводится раз в 10-14 недель и потенциально может давать положительный эффект для пациентов. И нами было проведено проспективное многоцентровое исследование второй фазы. Это по оценке эффективности применения тестостерона в комбинации с ингибиторами теразинкинас у пациентов с минстатическим раком почки. Если говорить о гормонозаместительной терапии при раке предстательной железы, то она противопоказана, она не может быть использована. Для рака почки гормонозаместительной терапии она не противопоказана, может быть использована. И мы видим, что среди побочных эффектов астенический синдром является наиболее часто возникающим у пациентов с минстатическим почечным раком. В исследование было включено 60 пациентов, 30 из которых получали терапию ингибиторами теразинкинас, и 30 из которых получали комбинацию ингибиторов теразинкинас. И в первый день приема препарата санитенип они получали и введение синдрометического тестостерона. Естественно, происходил замер. Это количественная и полуколичественная оценка производилась. Мы оценивали функцию состояния выраженности астенического синдрома в первый день и 28 день. Первичная контрольная точка – это достижение различия астенического синдрома. Были достигнуты результаты. Есть несколько исследований в мире, которые говорят о эффективном применении тестостерона у пациентов, онкорологических пациентов, в частности при раке почки. И в данной ситуации мы также увидели положительную динамику среди тех пациентов, которым проводилась терапия тестостероном. Так мы видим, что астенический синдром в группе тестостерона уменьшился фактически в два раза. В то время как у пациентов, в котором проводилась просто терапия ингибитора метерозинкиназ, изменений фактически не было. Таким образом, астенический синдром у больных нестатическим почечноклеческим раком статистически значимо реже возникает у больных, которые могут получать гормонально-заместительную терапию тестостероном. Вопрос, сколько времени получать, мы пока в настоящий момент ответить не можем. Потому что мы знаем, что через какое-то время приема тестостерона наступает так называемая резистентность. И вот этот вопрос, который надо в перспективе бы изучить. И в конце доклада я хотел бы акцентировать внимание, что успех в подавлении астенического синдрома это именно успех сочетанного действия врача, окружения пациента и самого пациента. И в меньшей степени это, конечно, лекарственная терапия. Спасибо за внимание.